Окей, поехали! С днём Конституции Украины! Сзади меня американский флаг, и очевидно, мне придётся уважать эту Конституцию, уже новой страны. Но сегодня я говорю с днём Конституции Украины. Итак, что такое Конституция Украины? Я захожу на официальный сайт президента Порошенко. Вот, президент Украины. Итак, я зачитываю то, что написано на сайте президента Украины. Я очень надеюсь, что русскоязычные люди меня поймут. Вражаючи суверенную волю народу, дбаючи про забезпечення прав и свобод людини та гидных умов її життя, піклуючи про зміцнення громадської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціально-правову державу, ну и так далее. Он принимает эту Конституцию основной закон Украины. Американцы чтят свои законы и особенно уважают первую поправку Конституции – свободу слова. Недавно президент Порошенко заявил, что в Украине беспрецедентная свобода слова. Михаил Откач, Радіо Свобода, программа «Схема». Доброго дня. Пане президенте, я хочу запитати про системное переслідувание людей, которые не согласны с деякими действиями влади. Во-первых, знаете ли вы, что для защиту президента и вашего оточнения в интернеті створена армия ботов, которая активно атакует всех, кто публикует критические материалы или просто думки про владу? Знаете ли вы, что Служба безопасности Украины организовывает митинги против активистов? Доказы тому мы нещодавно наводили у эфире программы «Схема». Чи знаете ли вы, что людей, которые публикуют критические материалы стосовно влади, их прослуховывают, за ними следуют, публикуют их персональные данные, что до них фальсификуются разные фейки и разные информации? Чи сприймаете ли вы таких людей незгодных, что до которых застосовываются такие вот заходы, ворогами? И что вы, как президент, вважаете, можно сделать, чтобы прекратить эти переследования у найгирших антидемократичных сценариях? Дякую. Дякую. Позиция первая. Я абсолютно твердо переконаний, что такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе и для гражданского общества, цей уровень есть безпрецедентный. Николай, за всю историю Украины, Украина не мала такого уровня свободы, в том числе и для журналистов, в том числе и для громадских деятелей. Лично я очень надеялась, что после таких заявлений президента не последует никаких репрессий. Ну, в данном случае президент Украины, как в том анекдоте, знаете, плюет в глаза, говорит, что Божья роса. Вслед за этим последовал арест Игоря Гужвы, главного редактора «Страна.UA». Ну, а наразі ще один скандал тижня із російським слідом. У Києві затримали Игоря Гужву, главного редактора и власника интернет-воддания «Страна.UA». Втім, кто справді стоит за спиной цього медиа-менеджера, который никогда не приховывал своих проросійських поглядов, официйно пока не названо. До этого дня про сайт «Страна.UA» знали набагато меньше отзывающих, ніж тепер. Обшук редакції затримані головного редактора интернет-воддания Ігоря Гужве зробили його обличчя набагато відомішим в Україні. Обшук в редакції сайту тривав до четвертої ранку. Силовики пішли, забравши Ігоря Гужву з собою. Чесно говоря, арест Ігоря Гужву на мене так сильно подействовало, что это вызвало рвотный рефлекс. В принципе, такой рефлекс вызывает все решения власти украинской. Это и уголь из Пенсильвании, и газ из Европы, и введение виз с Россией. Интересно, скажет ли ему спасибо астарбайтеры, которые сейчас ездят в Россию на заработки, чтобы выжить. И еще вчера я прочитала, что за посты в соцсетях арестовали людей. Я уже не отслеживала имена задержанных, потому что это не первый случай. Вот, СБУ задержало украинцев в четырех областях за критику власти в соцсетях, что им инкриминирует. Открытое уголовное производство по статье 109 действие направлено на насильственную смену или свержение конституционного строя. Статья 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В связи с этим у меня возникают вопросы, была ли смена власти в Украине в конце 13-го года конституционной. Является ли законной блокировка Донбасса? Итак, что такое конституция в Украине? Это не только свободы, но и право на вероисповедание. На Западной Украине боевики радикальной группировки вместе с бойцами Национальной гвардии захватили православный храм. Это случилось в селе Катерина в Катернопольской области. Вход в приход блокировали, чтобы помешать представителям Московского патриархата проводить службы. Сообщается, что радикалы отказались пропускать в церковь прихожан. Прихожане, сохранившие верность Московскому патриархату, а таких в селе большинство, сначала молились за оградами, потом попытались пробиться в храм, но их встретили дубинками. Когда же настоятель попытался пройти в здание, радикалы применили силу. Верующих эта ситуация возмутила, и они решились на штурм. Люди в камуфляже избивали верующих профессионально. Местная полиция либо защищала захвативших храм, либо бездействовала. В результате пострадали 15 человек. Некоторых с переломами и черепно-мозговыми травмами увезли в больницу. Также Конституция Украины предусматривает равные права всех жителей, поэтому в связи с этим я хочу еще показать вот это видео. Донбасс вообще регион, который, ну, это не просто депрессивный регион, понимаете, там настолько большой комплекс таких гробов проблем, и главное, например, потому что там просто дикая кількість абсолютно непотребных людей. Вы, поверьте, я абсолютно уверенно про это говорю. Вот, если брать даже чисто Донецкую область, там приблизно 4 миллиона населення. Что не меньше миллиона, полтора, там просто зайвых людей. Что хочу сказать? Нам не нужно понимать Донбасс, нам нужно понимать вообще украинский национальный интерес. А Донбасс треба просто використать, как ресурс, який треба, відповідно с приводу розумения Донбасса. Мне кажется, что, ну, у меня нема зрозумения жодного рецепта, что тут можно сделать швидко, але найголовнейшее, что треба сделать в данный момент, як це там журстоко не прозвучить, є певная категория людей, яких треба просто вбити. Ну, что я могу еще добавить на Ютубе? Я новичок, в принципе, и сделала несколько таких, как я думала, невинных видео по поводу моего отъезда из Украины. Я уехала из Украины и подавала здесь на беженство, на политическое беженство, и следующий материал был о праздновании Дня Победы в Вашингтоне. Еще один материал я сделала по поводу Дня Журналистики. На эти материалы я получила очень много неадекватных комментариев. Я не ожидала такого, и мое женское сердце не выдержало, и я удалила эти видео. И потом мне объяснили люди, которые, в общем-то, в этом что-то понимают, что вот эти все неадекватные комментарии, это значит, что я поймала хайп. То есть оказалось, что ко мне пришла слава. Я же удалила все эти материалы из Ютуба, и очень об этом жалею, конечно, потому что только за одни сутки я собрала несколько тысяч просмотров. Что удивительно, что людей не интересовали мои экскурсии в музей или в национальный зоологический парк Вашингтона, который входит в десятку лучших мира, и их именно интересовали вот эти вот мои комментарии на какие-то политические события в Украине. Вот здесь три тысячи просмотров с половиной, здесь две тысячи просмотров, и это все только за одни сутки. А здесь вот видео, посвященное дню журналиста. Здесь вспоминаю Шария и Кацабу, и получаю тоже неадекватные комментарии, причем человек, он без роду и племени, здесь нет ни фотографии, ничего, никакой информации. Я думаю, что это элементарный бот. Этот человек меня пытается воспитывать, дает какие-то ссылки на Шария негативные о том, что он там встретился где-то со своей сестрой, что он незаконно получает свои деньги, и вообще его финансирует ФСБ. Ну что, в свою очередь я тоже хочу сказать, что мое видео тоже финансирует ФСБ, но, правда, мало финансирует, недостаточно. Мало того, еще и накачивает черные трафики на мои материалы, которые могут не понравиться украинским властям. Вот, мой доход составляет всего лишь 0,05 доллара, поэтому ФСБ, вы там поторопитесь, потому что меня такой доход отнюдь не устраивает. Что еще добавить? С днем Конституции страна.